Пацаны, по традиции, первые 100 комментариев я лайкаю, поэтому еще имейте ввиду. Друзья, у нас остается 7 часов, чтобы собрать эту легендарную сборку. Улучшение базового кумира. Я думаю, вы все прекрасно помните, как сильно мне повезло в первой сборке. Первая, мать его, легенда, и это Зубастик Роналду! Немного, немало мне упал сам Зубастик, который уже отыграл за меня 85 матчей, забил 82 голешника и отдал 33 голевые передачи. Машина, базар Узеро, он до сих пор стоит около 2 миллионов, одна из самых дорогих карточек. И вот вопрос, повезет ли мне сегодня так же, как повезло тогда? Вопрос хороший. Также у нас будут пики за первый ранг викенд-лиге. Также, видимо, здесь у меня какой-то пак будет. А, нет, за дубль в 100 матчах мне дают всего лишь какой-то обоссанный кувшин. Также, чуваки, я открыл себе гарантированно второго героя, и вы только гляньте, что мне там выпало. Бля, ну это рофл какой-то ебаный. Это какой-то ебаный, блядь, рофл, блядь. То есть, два гарантированных героя и два милита. Охуительно работает система выпадения этих самых героев, блядь. И вы знаете, что самое смешное? Они снова выкатили сборку на героя. Вы там что, ебанутые, что ли, блядь? Они реально выжимают из нас весь рейтинг. Я, как и в рубрике FIFA с паками, решил за 15 уровень себе также на основу взять Хайли. Потому что остальные ребята прям вообще никакие. Так, ну что, давайте с разогревочных пяти пиков начнем за Викенд Лигу. Очень хочется увидеть Мбаппе, друзья. Давайте. Раз, два, три. Открываем и ищем Мбаппе. Ну, давай, братан, приди. Второй пик. Давайте открываем. Второй пик, смотрим. Здесь тоже, конечно, прекрасные товарищи. Один краши другого. Давайте, а третий пик мы немножко заинтригуем и посмотрим по одному. Шакири. Тут сразу видно, что это Шакири. Это Забаслай. Это Дуда. Ну и третий пик, друзья, перед вашими глазами. Я, блядь, хуй его знает, что нужно в этой Викенд Лиге сделать, чтобы что-то поймать. Реально, ни одного достойного красного пика я до сих пор не поймал. И вот, друзья, я не пропустил ни одной Викенд Лиге. Да, периодически не я сам отыгрываю. Иногда за меня это делает Бустер. Но так или иначе, ни одну Викенд Лигу не пропустил. И вот все красные карточки, видите, у себя на экране. Вот, посмотрите. Вы просто посмотрите на эту ебучую срань. Ни одной красной карточки даже на замену, блядь. Да, для каких-то составов, может быть, и у Памиканова снова пойдет. Но точно не в моем. Это просто пиздец. У меня нет нахуй слов, блядь. Так, это у нас первая сборка улетает на 87-й рейтинг. Мелита нашел себе призвание в этом паке. Также у нас есть 6 информов, но открывать я их не буду. Скоро у нас Черная Пятница. И, возможно, там эти пакетики мне больше пригодятся. Ну и Ultimate набор. Давайте его вскроем. Хотя, вроде, никаких промо-игроков у нас нет. Поэтому вряд ли что-то хорошее упадет. Да, Голландия, ЦП. О, Де Йонг. Он, может, даже денег сейчас стоит. Надо его погуглить. Вот такой от Гиперлинг из Барселоны мне упал. Де Йонг, кстати, держу в курсе, стоит 24 тысячи. Я, конечно, начал забывать, насколько это муторная хрень. Собирать все с нуля. У меня уже просто антрейд рейтинг пропал из клуба. Высасывают они нормально, так хочу вам сказать. Фингайся у чувака прическа. Кули-бали. Фу, друзья. Наконец-таки я доделал эту сборочку. Бля, вот эта вот ошибка у них уже третий или четвертый год. Когда ты дособираешь пак, если у тебя есть какой-то дубликат, ты нажимаешь типа, алло, да, давайте, блядь, окей, сделайте, все. И тебя посылают нахер и выкидывают из Ultimate Team. Вот эти вот карточки, это просто пиздец, кстати. Посмотрите на эти статы, того же Урибе. Бесплатная карточка Гулита, Рафа выглядит очень круто. Слишком много подозрительно крутых карточек, которые, скорее всего, я выбил для своей рубрики FIFA с паками. Ну что, улучшение базового кумира. Опять же, не знаю, повезет ли мне, как в первый раз. Но обосраться, конечно, не хотелось бы. Потратила нормально так монеты. Так, ну что, карточка кумира открывается. Вы знаете, в этот раз я поступлю иначе. Я начну с классных наций, без всяких бичей. Начну прям с топов. Допустим, Франция полузащитник. Нет, к сожалению, это не Вьера. Франция защитник. Десаи у меня уже был. А вот Франция нападающая, это будет Габелла полнейшая. А что, если зайти в Португалию и посмотреть нападающих из Португалии? Может быть, это Эусебио? Окей, Нидерланды нападающие. Может быть, это Кройв? Бля, если это будет Кройв, это будет легендарно. Теперь Бразилия, друзья. Смотрим сразу Бразилию. Вот такой-то я дурачок. Решил с самых топов начать. Защита. Может быть, это Капито? Блядь, Арберто Карлос напугался. Сука, он у меня уже был. Окей, полузащита. Может быть, это Роналдинио или Сократос. Либо Кака. Смотрим. Ну, естественно, Бразилия нападающая. Это может быть Пелле. Ну, на секундочку, блядь, я обосрался. Скажу вам честно. Я уже забыл, что арендованная карточка у меня есть. Так, давайте смотреть фулл Германию. Фулл Германия. Полностью Португальцев смотрим. Нет, это не Португалия. Бля, вот в Испании там вообще стена полнейшая. Здорово, займал. Ай, блядь. Что может быть хуже? Вот просто вот что могло быть хуже, чем пуёль на ПЗ, блядь. Сборка стоит 500 ёбаных тысяч. Пуёль стоит 120 тысяч. Да, даже не знаю, что сказать. Ну, типа, его даже в теории, даже в теории нельзя использовать на ПЗ. Ну, типа, 76 скорость. Ну, это прям вообще полнейшая срань. Конечно, да, можно поставить его на шестерочки на ЦЗ. Ну, сами понимаете, кому это нахуй надо, когда тут у меня есть лига чемпионский Маркиниуш. Поэтому, да, к сожалению, вторая сборочка оказалась, ну, немножко хуже, чем первая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...